И мы будем говорить о нашем отношении к деньгам. О нашем отношении к деньгам. Знаете, вопрос денег – это проблемный вопрос в очень многих семьях прямо сейчас. Этот вопрос вызывает стресс. Есть давление, которое связано с этим вопросом. И у денег есть тенденция контролировать жизни, контролировать отношения, контролировать эмоции. Мы с вами сегодня собираемся исправить наши отношения к деньгам раз и навсегда. Мы будем проводить исправление финансовой позиции, исправление отношений к деньгам. И деньги не будут больше вас контролировать. И мы узнаем сегодня, где именно мы находимся в наших отношениях с деньгами. Первое место Писания, к которому мы сегодня обратимся – это Евангелие от Матфея, 6 глава. Давайте откроем его. Евангелие от Матфея, 6 глава. И вот что мы собираемся утвердить сегодня. Давайте с самого начала сделаем это правильно. Вот что мы собираемся утвердить. «Я служу Богу. Я не служу деньгам. Деньги служат мне». Я скажу это снова. «Я служу Богу. Я не служу деньгам. Деньги служат мне». Это решение, которое мы должны принять сегодня. Мы должны осознать тот факт, что наши бумажники, наши кошельки, наши банковские счета больше не будут говорить и контролировать нас. «Мы говорим к ним». Очень часто бывает, что деньги отвечают вам. Есть семьи, которые проходят через эмоциональную неразбериху прямо сейчас из-за финансовых вопросов и определенных финансовых ситуаций. Деньги говорят к ним. Деньги приносят это беспокойство и давление, связанное с ними, а мы собираемся исправить это сегодня. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 24 стихе говорится, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Или же «Вы не можете служить Богу и деньгам». Поэтому должно быть принято решение, кто кому здесь служит. И этот принцип очень ясно изложен перед нами. Если вы будете читать дальше, то увидите, что там сказано. «Посему». «Посему». Что значит это «посему»? Вы не можете служить Богу и деньгам. И поэтому есть выбор, который нам нужно сделать. Это выбор, который Иисус предоставлял ученикам и людям. Это выбор, который мы должны здесь сделать. Вы не можете служить Богу и деньгам, так что сделайте ваш выбор. Сделайте ваш выбор. «Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» И затем Он сказал следующее. «Взгляните на птиц небесных. Посмотрите на птиц. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Почему Он говорил это? Почему Иисус говорил, что мы лучше, чем птицы? Потому что у нас есть возможность сеять, и у нас есть возможность пожинать. У нас есть ответственность сеять, и у нас есть ответственность пожинать. И поэтому у нас есть ответственность говорить деньгам, что им делать. Мы говорим деньгам, что им делать. Деньги не указывают нам, что нам делать. Я помню, как много раз я сидел и разговаривал с братом Коплендом о служении. Я работал в служении с 1976 года на различных должностях. В конечном счете, Господь призвал меня быть пастором. Но в свое время я был ведущим художником. Художником, когда я впервые пришел на работу в это служение. Я был ведущим художником, потом работал в отделе публикации, потом исполнительным директором. И вот теперь я пастор церкви. Я много раз садился с братом Коплендом, особенно в те дни, когда мы говорили о деловых вопросах. И брат Копленд смотрел на меня. И мы обсуждали решение, которое нужно было принять. Я говорил о деньгах. И мы говорили о деньгах и о том, что у нас было с деньгами. И брат Копленд садился, смотрел на меня своими коплендовскими глазами и говорил, Джордж, а что если бы деньги не были проблемой? Что если бы деньги здесь не имели значения? Что если бы с деньгами не было проблем? Что бы ты делал? Что Дух Божий говорит тебе делать? И то, что брат Копленд пытался сказать, что Господь говорил через него, он пытался привести меня к такому положению, где я не был бы управляем деньгами. Деньги не управляют мной. Они не управляют мной. Что я имею в виду, говоря это? Я не позволяю деньгам контролировать мои эмоции, мое мышление, мой разум. Я сосредоточен на том, что Дух Божий ведет меня делать. Я понимаю, что вы можете сказать, пастор Джордж, здесь у некоторых из нас есть счета, которые мы должны оплачивать, и все эти долги, и давления, и финансы. Я знаю это, я понимаю это. Я пастор церкви. И мы с Терри также проходили через некоторые подобные вещи. Мы сталкивались с горами трудностей. Все, что я могу сказать вам. Когда мы стали пасторами здесь, в церкви Игл Маутин, мы были еще в том маленьком здании, которое называлось капеллой. Это небольшое здание на территории Месси, в котором было примерно 600 мест. Когда мы впервые начали пасторскую работу, мы проводили до трех служений в день. Все росло очень быстро. И мы знали, что нам нужно было строить другое здание. Мы начали планировать и потом строить то здание, в котором мы находимся сейчас. И я не мог спать. Из-за финансового давления во всем этом вопросе мы сталкивались с проблемами. И деньги, стоимость строительства возрастала. Я просто потерял сон. Я был под постоянным давлением из-за этого нового здания. И мы, наконец, построили его. Слава Богу. Мне бы стоило оставаться в этом месте веры. Я говорю все это к тому, что деньги или их недостаток оказывали такое давление на меня, что это влияло на меня физически. Я принял решение. Деньги не будут управлять мной. Есть они или нет. Слава Богу. Если их нет, вам лучше поверить, что я призываю их. Вам лучше поверить, веря, что этот урожай придет. Вам лучше верить, что я стою на моей вере, призывая этот урожай. Теперь у нас есть еще одно здание, над которым мы работаем. Это здание для нашей молодежи, и детей, и подростков. Рядом с тем зданием, которое у нас есть. И в этом здании для молодежи и детей мы действуем так, как мы всегда действовали. Мы не берем деньги в кредит на него. Мы строим его по мере того, как деньги приходят. И мы начали весь процесс примерно три года назад. И каркас готов. И теперь мы в таком состоянии, что у нас есть деньги в банке, чтобы проводить первую фазу строительства внутри здания. На этот раз я занял другую позицию. Я не потерял ни минуты сна из-за этого здания. Ни одной минуты. И хотя было бы здорово иметь в банке все деньги, которые нужны для того, чтобы завершить это здание, я знаю, что деньги не управляют мной. Я слежу за этим. Я знаю в этот раз. Тогда, в первый раз, это была битва. Но я должен был научиться, как стоять на Слове Божьем. Но в этот раз мы ходим в верой, и в вере, и в Божьем покое. И знаете что? На каждом служении, которое мы проводим в церкви, мы призываем урожай. И наше собрание указывает на то место, где находятся здания. И знаете что? Мы называем его законченным, оборудованным, полным и свободным. И я не хожу в нетерпении. Верой и терпением мы наследуем обетование. Я говорю все это к тому, что деньги больше не контролируют меня. Я знаю, что это звучит не совсем привычно. Но так оно и есть. Деньги не управляют мной. Нет, я управляю деньгами. Я призываю их. Я служу Богу. И когда Бог говорит мне делать что-то, тогда я верю, что финансы придут для этого. И я хожу в вере об этом. И мы посмотрели на птиц небесных. Увидели, что Господь заботится о них. Насколько больше Он заботится о нас, способных сеять и способных пожинать. И дальше говорится. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Все это вопрос денег. И о чем Бог говорит? Это забота и беспокойство о деньгах, давление, финансовое давление в нашей жизни. Оно закончилось. Оно закончилось. Примите решение сегодня. Вы принимаете решение, что мои заботы и волнения о деньгах навсегда закончены. Это последний день. Теперь это закончилось. Я не служу деньгам. Как мы служим деньгам? Вы склоняетесь перед ними, посвящая им ваши мысли. Вы склоняетесь перед ними. И когда я говорю мысли, я говорю о беспокойстве, волнении и тревоге о деньгах. Вы буквально склоняетесь перед ними. Вы буквально служите им. Они говорят вам, что вы можете делать. Они говорят вам, что вы не можете делать. Когда вы говорите, у меня фиксированный доход, вы позволяете деньгам говорить вам и диктовать вам, как вы будете жить. Деньги это не делают. Я больше не служу им. Я больше не служу деньгам. Я служу Богу. Я служу Ему. Поэтому я не беспокоюсь, что мы будем есть, что мы будем пить, во что мы будем одеваться, потому что мой Небесный Отец знает, что я имею нужду в этих вещах. Но знаете, что я делаю? Я ищу прежде всего Царство Божье и Его праведности, и все эти вещи прилагаются ко мне. Я служу Богу, я не служу деньгам. Деньги служат мне. Вы знаете, что деньги были даны нам как слуга? Давайте посмотрим первую главу книги Бытия. Давайте уделим время тому, чтобы поговорить об этом. Деньги являются слугой для нас. Они не говорят нам, что делать. Мы те, кто говорит деньгам, что делать. И мы просто посмотрим несколько мест Писания. Первая глава, 29 стих книги Бытия. «И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле. Я дал вам семя, я дал вам семя. И всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Ваше семя – это ваше обеспечение. Оно не говорит вам, что делать. Насколько бы нелепо это было, если бы фермер вышел с семенами в своем мешке, и вдруг семена поднимаются и начинают говорить к нему. Представьте себе эту картину. Представьте фермера с мешком семян. И вдруг эти маленькие семена поднимаются и начинают говорить к нему. «Мы не хотим быть посеяны сегодня. Мы не хотим попадать в почву сегодня. Мы не хотим сегодня расти». И так далее. Эти маленькие семена говорят к нему. Это нелепо. Фермер не спрашивает семена, хотят они быть посеяны сегодня или нет. Фермер встает и решает. «Я посею вас в почву». Семя было дано человеку, чтобы быть обеспечением для него и чтобы быть слугой для него, а не для того, чтобы человек служил этому семене. И самое важное местописание, которое у нас есть, посмотрите, 103-й псалом. Посмотрите, 103-й псалом. Эти заметки доступны вам на английском сайте в разделе «Пастерс Ноутс». Все эти места описания. Псалом 103-14. Когда я нашел это, я просто воскликнул. Это так благословило меня. Это настолько согласуется с предпосылкой и идеей, что мы служим Богу, а не деньгам. Итак, послушайте. 103-й псалом. Я начну читать с 10-го стиха. Речь идет о Боге. «Ты послал источники в долины. Между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напаяешь горы с высот твоих. Плодами дел твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека. Ваше семя. Когда я говорю о семени, мы говорим о ваших финансах. Ваши деньги – это ваше семя. Ваши деньги – это ваше семя. Это то, что Бог дал нам, чтобы мы возрастали. Сеять семя и собирать урожай. Давайте читать дальше. И зелень в одном из переводов Библии – семя – было дано на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Вы видите это? Это наши деньги, как семя. И это на пользу человека. Есть пару примеров, которые я хотел бы показать вам. Один пример здесь о том, как деньги овладевают человеком. Откройте 10 главу Евангелия от Марка. В 10 главе Евангелия от Марка описывается эпизод с богатым юношей. Иисус пришел к нему и очень хотел, чтобы тот стал хранителем его финансов, его казны. Он очень убеждал его присоединиться к его команде. Иисус говорил с этим молодым человеком. И он сказал, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Это Евангелие от Марка, 10, 21. «И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». И сказано, «Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Мы можем здесь сказать, что имение владело им, деньги владели им. Этот богатый юноша был слугой деньгам. Вам не обязательно быть нищим, чтобы быть слугой деньгам. Вы можете быть богатейшим человеком в мире, и эти деньги могут держать вас за горло. Они могут иметь очень сильный контроль над вашей жизнью. Поэтому это не ограничивается людьми, у которых нет денег. Всем нам приходится иметь дело с этим. Это то, что говорил Иисус. Вы должны выбрать сегодня, собираетесь ли вы служить деньгам, или же вы собираетесь служить Богу. Вы должны принять такое решение. Про того юношу сказано, что он был опечален, он был подавлен. Деньги контролировали его. И мысль, сама мысль о том, чтобы продать вещи и раздать нищим, подтвердило, что он был еще не готов служить Богу так, как он должен был. Я верю, что со временем он стал готов. Мне нравится смотреть на это местописание следующим образом. Если посмотреть позже, со временем, это имение больше не имело власти над ним. Но в этом конкретном случае это имение владело им. Есть другое местописание. Евангелие от Марка, 12 глава. В том случае не деньги управляли человеком, а человек управлял деньгами. И это женщина, которая положила две лепты в сокровищницу. Иисус, 12 глава Евангелия от Марка, 41 стих. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Эта женщина была тем человеком, над которым деньги не имели власти. Я верю, что эта женщина услышала голос Духа Божьего в молитве в один день. И у нее было это дневное пропитание, все, что она имела. Все это было у нее в руке. И я начал представлять себе образ этой женщины. И она совсем не была слабой женщиной. Она была сильной. Сильная женщина. И знаете, я окружен сильными женщинами. Я знаю сильных женщин. Я вырос в этом служении среди сильных женщин. Глория Копланд – сильная женщина. Келли Копланд-Свишер – сильная женщина. Терри Копланд-Пирксонс – сильная женщина. Я знаю сильных женщин. Вы знаете, мой зять Коди Оукс, его бабушка Билли Брим. Она сильная женщина. Поэтому у меня есть все эти замечательные примеры благочестивых, сильных, могущественных женщин. И это именно тот образ, который я вижу в этой женщине, в этой бедной вдове здесь. Я увидел ее. И вот она услышала от Бога. И сказала, хорошо, я беру эти деньги и несу их туда. И она была рада этому. И она взяла это и положила в сокровищницу. Иисус был потрясен этим. Все это говорит о том, что она никак не была контролируема деньгами. У нее все было под контролем. Она служила Богу. Деньги служили ей. Она не служила деньгам. Я верю, что в тот день, потому что я знаю Иисуса из Писаний. Я верю, что в тот день, когда он увидел, как она делает это, Иисус повернулся к казначею и сказал, «Открой ящик, и мы обильно благословим эту женщину». Я верю, что Иисус сделал это прямо там, перед всеми теми остальными богатыми людьми, которые находились рядом. Хорошо, еще одно местописание. У меня осталось еще немного времени. В 1-м послании к Тимофею в 6-й главе написано. Давайте откроем и посмотрим, что там написано. 6-я глава 1-го послания к Тимофею. Послушайте. Да, у меня всего пару минут. В 1-м послании к Тимофею, 6-17, сказано, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». И это то, что мы делаем. Вы знаете, неплохо быть богатым. Это инструкция, которая была дана Духом Божьим. Но нам нужно увязать это с парой предыдущих стихов. В этой же, 6-й главе 1-го послания к Тимофею, в 10-м стихе сказано, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Я не люблю деньги. Я не служу деньгам. Деньги служат мне. А я служу Богу. Я приношу Богу мои финансы. Господь, что ты хочешь, чтобы я с ними сделал? Как ты хочешь, чтобы я поступил с этими деньгами? И это именно то исповедание, которое мы провозглашаем в церкви Игл Маунтин. В эту последнюю минуту позвольте мне сказать вам следующее. Вот что мы провозгласили, когда я проповедовал об этом несколько недель назад. Я решаю этот вопрос сегодня. Я исправляю свою финансовую позицию. Я не служу деньгам. Я не раб денег. Я служу Богу. Деньги служат мне. Я не работаю на деньги. Деньги работают на меня. Деньги не контролируют меня. Я контролирую деньги. Деньги не правят мной. Я управляю деньгами. Деньги не владычествуют надо мной. Я владычествую над деньгами. Я бесстрашно отделяю десятину, как мне сказано в Писании. Я смело отдаю, когда чувствую водительство Духа Святого. Деньги вы служите мне. Деньги вы подчиняетесь мне. Деньги умножайтесь, возрастайте и производите максимальный урожай. И урожай я приказываю тебе прийти ко мне прямо сейчас во имя Иисуса. Восклицайте о вашей победе. Слава Богу. Мы вернемся. Мы с вами будем говорить о сверхъестественном обеспечении. Давайте откроем Библию на 17 главе Евангелия от Матфея. 17 глава Евангелия от Матфея. Я прочитаю вам с 24 по 27 стихи. Сверхъестественное обеспечение. Нам нужно настроить наш разум и наше сердце на то, чтобы увидеть, как Бог обеспечивает сверхъестественным образом. Сверх, конечно же, это слово, которое значит «над», «выше», «естественный» означает «земной» или «более низкий». И когда мы говорим о сверхъестественном обеспечении, мы говорим об обеспечении, которое не приходит из этого естественного мира. Оно приходит из более высокого места, более высоким путем. И существуют неограниченные потоки обеспечения, которые есть у Бога, чтобы принести их в ваш дом. Мы благодарим Бога за зарплату, но, уверяю вас, я сказал это уже дважды, мы не ограничены зарплатой. Это не является вашим доходом. Нет, нет. Вы сеете ваше семя и пожинаете ваш урожай. Это доход. Это урожай, который приходит в ваш дом. И у Бога есть пути, как сверхъестественно обеспечивать вас. Пути, которые превосходят то, что наш естественный разум может постичь. И знаете что? Мы постигаем это, мы познаем это, и мы понимаем это. И вам лучше приготовить ручку и бумагу, так как у нас есть некоторые места Писания, которыми мы хотели бы поделиться с вами сегодня, о том, как созидать внутренний образ принятия этого сверхъестественного обеспечения с небес. Послушайте эти места Писания. В 24 стихе 17 главы Евангелия от Матфея сказано, «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахом и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати?» «Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны». «Но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось удову и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». И я улыбаюсь, говоря об этом. И вы немного начинаете узнавать пастора Джорджа, но я делал некоторые очень необычные вещи на служениях раньше. Однажды, перед одним из служений, я пошел домой к Эй-Дабл-Ви Копланду, отцу брата Копланда, и спросил, могу ли я взять на время чучело окуня, которого он поймал за несколько лет до этого. И окунь висел на стене, вот так, с открытым ртом. И я снял его, я открутил его от подставки и взял его с собой в церковь. Когда я принес его в церковь то утро, я вложил 100-долларовую купюру в его рот. И я проповедовал об этом в церкви. И я достал этого окуня и начал ходить с ним по церкви. И я остановился возле одной женщины, я помню ее, она по-прежнему ходит в церковь. Я остановился там и сказал, «Давайте, проверьте, что у него во рту». Она сказала, «О, я сказал, давайте, проверьте, что у него во рту». И она, наконец, проверила, что у него во рту и достала 100-долларовую купюру. Все, кто были в собрании, захотели проверить, что во рту у этой рыбы. И что это демонстрирует? Это демонстрация сверхъестественного обеспечения. Это сверхъестественное обеспечение. Это доход, который приходит из более высокого места более высоким путем. И мы не ограничены тем, что приходит в наш дом. Позвольте мне просто поделиться откровением, которое Господь дал мне об этом. Сказано, «Возьми и, открыв у ней рот, найдешь монету». Я просто добавлю это сюда. У вас есть деньги в ваших устах. Деньги в ваших устах. Просто откройте свои уста и начните исповедовать Слово Божье. И начните провозглашать. «Мои счета оплачены полностью. Мои нужды восполнены по Его богатству в славе Христом Иисусом. Я сею семя. Я пожинаю урожай. И мои долги погашены, выплачены во имя Иисуса». В ваших устах есть деньги. Я просто подумал, что это было так здорово. «Открыв у ней рот», сказано в Писании. «Откройте свой рот». «Откройте ваши уста, и вы найдете там деньги». Когда я думал о сверхъестественном обеспечении, есть много примеров, но я хотел бы прочитать вам это. Мне это дал член нашей церкви, проповедник по имени Томми Уильямс. Он наш хороший друг уже многие годы. И Томми делился несколько лет назад тем, как он говорил птицам приносить ему деньги на основании Третьей книги царств. Томми начал находить деньги вокруг дома после того, как он вышел и просто обращался к птицам. И на том служении, на котором проповедовал Томми, был пятнадцатый летний парень, который поверил в это. Некоторые люди, и мне даже пришлось рассказать моему собранию, когда я читал им это во время того месяца процветания, я им сказал, «Вам нужно сидеть там и верить в это, и провозглашать это». Это одна из вещей, которые мы делаем в нашей церкви. Когда мы движемся в помазание, все начинают восклицать, «Это происходит со мной постоянно!» «Это происходит со мной постоянно!» Когда мы говорим о деньгах во рту рыбы, мы говорим, «Это происходит со мной постоянно!» В следующий раз, когда вы пойдете на рыбалку, вам нужно сделать это верой. Верой заглянуть в рот этой рыбы и посмотреть, что там. Итак, тот пятнадцатилетний парень был на служении. И Томми написал мне, «Этот пятнадцатилетний парень был так впечатлен этой историей, что он решил попробовать. Он попросил у Господа десять долларов для миссии». Он вышел и проговорил к птицам и приказал им принести это на дерево во дворе. Я думаю, что я должен сказать это. Это правдивая история. Я не выдумываю это. Я знаю, что Томми честный человек. Он не стал бы придумывать это. В первый день на дереве было 65 центов. Во второй день 2 доллара 35 центов. В третий день на дереве 7 долларов. Итак, всего 10 долларов за первые три дня. Некоторые из вас скажут, «Ну да, конечно, ну да, да, да». Вы те, для кого сверхъестественное обеспечение не будет работать. Исправьте это отношение. Хорошо, пастор Джордж, я верю в это. В течение следующих двух месяцев тот парень нашел 440 долларов на дереве. Провозглашайте, «Это происходит со мной постоянно». «Это происходит со мной постоянно». Это может звучать странно. И для мира так оно и есть. Это звучит странно. Но если у вас собака, прикажите ей приносить вам деньги. Бог использовал животных в Библии. Я помню, однажды мы были в штате Арканзас. Вы видели молитвенный домик, где Канат и Глория время от времени записывают эти передачи. И они разрешили нам с Терри приезжать в этот молитвенный домик. И мы с Терри любим туда ездить. Мы ездили туда много лет. И мы проводим там просто замечательное время. Также мы взяли своих детей, Джереми и Обри. Они были еще совсем детьми в то время. Джереми было 14 лет или около того. И мы пошли на озеро и арендовали несколько водных мотоциклов. И просто гоняли на водных мотоциклах по озеру. И когда мы возвращались в конце дня, я вытаскивал водные мотоциклы и посмотрел на Джереми. И он стоял по колену в воде. И Джереми, я просто вижу это как сейчас, Джереми посмотрел вниз, опустил руку в воду. И когда он опустил ее в воду, он достал что-то. Это была 20-долларовая банкнота. Знаете, что это? Это сверхъестественное обеспечение. И что произошло? Мы приехали на двух машинах. Вместе с Джереми был друг. А вместе с Обри приехала подруга. И Джереми и его другу нужно было возвращаться в Форт-Ворд раньше. И они поехали на одну из машин. Когда они поехали назад, они остановились чтобы заправиться. И карточка Джереми не работала. И у него не было с собой никаких наличных, кроме 20-долларовой банкноты, которую он достал из воды. Знаете, что это было? Сверхъестественное обеспечение. Мы видели, как это происходит снова и снова. Когда мы строили в 80-х административное здание в миссии Кеннета Копленда, нам пришлось приостановить работу на какое-то время. И кто-то привез большое количество гипсокартона. И он спросил нашего управляющего стройкой, что мне со всем этим делать? Мы не заказывали это. Мы не заказывали. Знаете, откуда это пришло? «Всякий добрый дар приходит от Отца Света». В послании Акова 1, 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный». В расширенном переводе Библии сказано «всякий бесплатный, большой и полный подарок свыше». И он приходит от Отца Света, в котором нет никакой переменчивости и никакой тени изменения. И это то, что вам нужно делать в отношении сверхъестественного обеспечения. Вам нужно увеличить свою способность верить в сверхъестественное обеспечение и самим занять такое положение и говорить «Я верю». «Я верю». Некоторые остались на своих путях и могут думать только о естественной сфере. Я сам работаю над этим. Я вижу, как Бог сверхъестественно восполняет нужды в нашей церкви и в нашем служении и в наших семьях. Я питаюсь словом о сверхъестественном обеспечении. Я просто питаюсь словом Божьим. Я сосредотачиваюсь на нем. Я погружаюсь в него. Я размышляю об этом. Я обновляю мой разум в отношении этого и затем упражняю свою веру. И я хочу прочитать вам еще пару пунктов. Опять-таки, напоминаю вам, что вы можете найти их на нашем английском сайте keseim.org в разделе «Пасторс Ноутс». Но это только некоторые из тех мест Писания, над которыми я размышляю, чтобы увеличить мою способность верить Богу о сверхъестественном обеспечении. Итак, Иакова 1.17 И вот еще одно. Третья глава послания к эфесянам 20 и 21 стихи. В расширенном переводе Библии сказано «Отому, по действии силы которого и которая работает внутри нас, способны исполнить его цель и действовать сверхизобильно, намного больше всего того, о чем мы решаемся попросить или подумать, бесконечно больше наших наивысших молитв, желаний, мыслей, надежд или мечтаний, ему добудет слава в церкви». Знаете, когда я читал это местописание, это просто поднялось внутри меня. Я вспомнил Лерой Томпсона, который приехал и проповедовал нам во время 30 дней славы много лет назад здесь, на территории нашего служения. Мы проводили собрание в течение 30 дней подряд. И Лерой Томпсон приехал, и одна из вещей, которые он проповедовал нам, в основном процветание, я помню, как он говорил «Я магнит для денег». Я денежный магнит. Я просто помню, как он говорил это. Я сидел на сцене в течение всех этих служений. Он стоял в полутора метрах от меня и говорил «Я денежный магнит». Я обнаружил, что я говорю сам себе «Я денежный магнит». Я ехал по дороге «Я денежный магнит». И деньги сверхъестественно притягиваются ко мне. И знаете, вот откуда эта фраза, которую Господь дал ему. Это пророческое слово «Деньги приходят», потому что когда-то он стоял в очереди в магазине, и человек, который покупал пиво впереди него, разговаривался с Леройом Томпсоном и сказал ему «Деньги уходят». Верно? Лерой ответил «Да, деньги уходят». И потом Господь исправил Лерой и сказал ему «Деньги приходят». И они приходят сверхъестественно. Здорово. Филиппийцам 4.19 в расширенном переводе сказано «Мой Бог щедро обеспечит, наполнит до избытка вашу всякую нужду согласно его богатству славе Христом Иисусом или во Христе Иисусе». И однажды я изучал это слово «обеспечит» в греческом. И слово переведен из греческого «как обеспечит» значит «наполнять», делать полным, щедро снабжать, наполнять до избытка, чтобы не было никакого недостатка, наполнять до краев, чтобы ничего не отсутствовало. Я размышляю над этим. Что я делаю? Я увеличиваю мою способность верить Богу о сверхъестественном обеспечении. И мне нравится это местописание. Псалом 67.20 В одном из переводов в Библии сказано «Благословен Господь, Который каждый день нагружает нас благами». И знаете, в течение того сентября, того месяца процветания, когда я проповедовал об этом в церкви Игл Маунтин, у нас были большие пожертвования. Чеки на большие суммы приходили в церковь. Большие чеки. И знаете, мне пришлось покаяться, потому что первый чек, который пришел в том месяце, был просто огромным. Знаете, сам я из другого штата, но меня научили говорить так по-техаски. Огромадные. Он был просто огромный. И мне пришлось покаяться, потому что через несколько дней после этого пришел еще один огромный чек, потом еще один, и еще один, и еще один. Я чувствовал себя, как Петр, когда пришел большой улов рыбы. А он стоял посреди рыбы, которая билась вокруг него, и говорил «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Прости меня, Господь». Я просил Господа, «Прости меня, Господь, за то, что я подумал, что это первое пожертвование было единственным, которое придет в этом месяце». Я сразу же исправился. Я сказал, «Я готов для ежедневной порции». А вы? Разве вы не видите, как большой грузовик подъезжает к вашему дому прямо сейчас? И они его разгружают. Знаете, однажды я нарисовал один комикс. По профессии я художник, графический дизайнер. Я нарисовал один комикс и отдал его церкви. И там был изображен фургон, большой фургон, для того, чтобы перевозить вещи, который подъехал задним ходом к чему-то дому. И люди разгружали вещи. Я написал на нем это местописание. «Благословен Господь, который каждый день нагружает нас благами». Я готов для ежедневной загрузки. А вы? Вы готовы? Солнце еще не село. Все еще есть время для того, чтобы ежедневная загрузка пришла к вам сегодня. Верьте в это и увеличивайте вашу способность видеть, как это приходит с каждой волной. В книге Экклезиаста в одном из переводов сказано «Отпускай хлеб твой по водам, и он вернется к вам назад с каждой волной». Мне нравится это местописание. Оно очень хорошее. Исайя 55.1 «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Мы переживали в своей жизни, как хорошие вещи приходят к нам. И нам даже не надо было за них платить. Я хочу кое-что прояснить. Мы не крали их. Нам просто дали их. Нам их подарили. Вот к чему я говорю все это. Найдите ваши собственные местописания. Знаете, прежде чем я пришел, чтобы проводить эту передачу, я хочу вам сказать, что у меня есть шкаф, наполненный моими конспектами. Я нашел этот документ, где я просто записал местописания, одно за другим. Местописания о сверхъестественном обеспечении. Позвольте мне перечислить вам некоторые. Это примеры сверхъестественного обеспечения. И вам нужно читать их самим и питаться этим, и говорить самим себе, «Это происходит со мной все время. Это происходит со мной все время». Давайте посмотрим на некоторые из них. Первое. Двадцать вторая глава «Бытия» с 6 по 14 стихи. «Бог сверхъестественно дал овна для жертвы». 14 стих. «И нарек Авраам имя месту тому и Иегова Ира. Господь обеспечит». Мы находим в Третьей книге царств, 17 главе с 1 по 6 стиха история о том, как Бог сверхъестественно посылал воронов, чтобы они приносили пищу. И Бог дал питье Илии, сверхъестественно. Вот почему вам не нужно беспокоиться, что вам есть и что пить. Есть птицы, которые приносят это нам. Но знаете, это также представляет собой Божье сверхъестественное обеспечение. Бог принесет это вам так, как Он может принести это вам. Третья царств, 17 глава с 8 по 16 стихи. Бог сверхъестественно обеспечил годовой запас еды для вдовы посреди голода. Мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет, пока снова не падет дождь. И в одном из переводов сказано, что она и дом ее ели целый год. И мне нравится, как звучит 16 стих в новом живом переводе Библии. Там сказано, и сколько бы они не использовали, всегда оставалось достаточно в сосудах. Хорошо, 4 книга царств, 4 глава, 17 стих. Бог сверхъестественно обеспечил погашение долга для вдовы, пророка. Женщина продолжала наливать масло из маленького горшка во все пустые сосуды, которые она смогла найти. Мы поговорим об этом завтра. Сверхъестественное погашение долга. Вам нужно будет посмотреть эту передачу и услышать это. 4 царств, 6 глава, с 1 по 7 стихи. Бог сверхъестественным образом заставил утонувший топор, который был взят долг, всплыть на поверхность. Это происходит со мной постоянно. Иоанна 2 глава с 1 по 11 стихи. Иисус сверхъестественно превратил воду в 680 литров вина. Сверхъестественное обеспечение для той свадьбы. В Евангелии от Иоанна 6 главе с 5 по 14 стихи Иисус сверхъестественно умножает рыбы и хлеба, чтобы накормить около 20 тысяч человек. Это лишь несколько мест Писания, которые я нашел. И все они говорят нам об этом сверхъестественном обеспечении. Как Бог обеспечивает сверхъестественным обеспечением. И знаете, говоря о рыбах и хлебах, есть одно слово от Господа, которое брат Копланд высвободил много лет назад. Вот что он сказал. Вы будете теми, кого Бог использует, чтобы сверхъестественно накормить потерянных, когда бедствие приходит. Только это не будет так, как это было в прошлом. Во многих случаях вам даже не потребуются грузовики и самолеты. Во многих случаях вы просто возьмете одну маленькую порцию и разделите ее, и разделите ее, и снова разделите ее. Иисус прикоснулся к хлебам и рыбам, и они были сверхъестественно умножены. И знаете что? Если Иисус является вашим Господом и Спасителем, если Он живет внутри вас, вы можете говорить те же самые слова, что и Иисус говорит. И один молодой человек подошел ко мне после собрания вечером и просто хотел задать мне несколько вопросов о том, почему мы говорим те слова, которые мы говорим. И я начал объяснять ему, что в Слове Божьем сказано, что жизнь и смерть во власти языка, и что нам нужно выбрать жизнь и начать говорить жизнь, провозглашать жизнь. И затем я сказал ему, что мы можем прийти в такое положение, где мы можем говорить слова Божьи голосом Иисуса. Знаете, что вам нужно сделать? Вам нужно возложить руки на ваш дом, на вашу семью, и вам нужно начать говорить слова веры, что сверхъестественное обеспечение приходит в ваш дом. Я знаю и понимаю, что есть так много людей, которые испытывают сильное давление. Банки забирают дома за долги, предприятия закрываются, но вам нужно понять, что вы живете как народ израильский тогда в Египте, в земле Гесем, и что в этой земле Гесем есть свет, и Бог сверхъестественно обеспечивает вас. И когда те дети Израиля покинули Египет, они ушли со всеми вещами и всей добычей, они были обеспечены, и это было сверхъестественное действие Божье. В один момент они были нищими, а в другой они стали богатыми. Иду Господень, когда вы продолжаете давать и сеять вере, и верить Богу. И знаете, сеяние это сверхъестественное действие. В шестой главе послания Галатам сказано, что когда мы сеем в дух, мы пожнем от духа. Бог поругаем не бывает. Что вы сеете, то вы и пожнете. И раньше мы смотрели на это в негативном свете. И это тоже правда, что посеешь, то и пожнешь. Но послушайте, Бог поругаем не бывает. Те вещи, которые вы сеете, финансы, которые вы сеете, вы сеете их в дух, и из духа вы пожнете их. И вы пожнете сверхъестественное обеспечение. Это принадлежит вам и мне во Христе Иисусе. Мы вернемся. Долг это проблема. Нарастающая проблема в семьях по всему миру. И особенно в отношении нашей нации. Уже ведется много разговоров о том, что долговая нагрузка возрастает. Но знаете что? В нашем завете с Богом нам доступен сверхъестественный план погашения долгов. И он поможет нам сделать все необходимое, чтобы нам не пришлось быть привязанными к этому долгу 30 лет и выплачивать все эти дополнительные деньги. Но чтобы этот долг, о котором мы верим, был стерт, уничтожен, смыт прочь, чтобы мы могли использовать эти финансы для Евангелия Господа Иисуса Христа. Давайте откроем четвертую главу Евангелия от Луки. Начнем с этого. Четвертая глава Евангелия от Луки. Сегодня я буду говорить с вами о трех способах, которые есть у Бога для того, чтобы сверхъестественно удалить долг из вашей жизни. И снова повторю, что заметки, которые мы используем на этой передаче, доступны на нашем английском сайте kcm.org в разделе Pastors Notes. Вы можете найти их, скачать и распечатать. пасторы. Вы можете использовать их, когда вы проповедуете. Там на английском языке есть некоторые из тех же самых конспектов, по которым я проповедовал в течение сентября 2010 года, в течение этого месяца, который мы назвали месяцем процветания, потому что Господь сказал мне, назови сентябрь 2010 года месяцем процветания, и мы это сделали. И Бог дал мне инструкцию в отношении того, что говорит собранию на каждом служении, которое мы проводили, по воскресеньям и средам, проповедуя об этом процветании, в особенности о финансовом процветании. И была одна из тем, которые мы обсуждали. Это тема о сверхъестественном погашении долгов. Давайте начнем с 4 главы Евангелия от Луки. Там описывается момент, когда Иисус вернулся после искушения в пустыне. Дьявол искушал Иисуса, когда он постился. Итак, он вернулся в Назарет, и в 17 стихе сказано, ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место. Он нашел себя. Место, где было написано «Ду, Господи, на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Сказано, «И закрыв книгу и отдав служителю сел». И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». В 19 стихе мы находим, что там написано «Проповедовать лето Господне благоприятное». Что такое лето Господне благоприятное? Это год юбилея, год, когда все долги прощались, все счета оплачивались. Там было прощение всех долгов. Иисус проповедовал «Ду Господне на мне», чтобы проповедовать «Лето Господне благоприятное». И дальше он добавил «Ныне в этот день исполнилось Писание сие, слышанное вами». Итак, прежде всего, что нам нужно знать о сверхъестественном погашении долга, это то, что сверхъестественный погашатель долгов живет внутри нас. Иисус живет внутри вас, если вы приняли Его как своего Господа и Спасителя. Он снабжает вас. Он ваш обеспечитель, ваш исцелитель, ваш освободитель. Он ваш финансовый директор. И Он ваш погашатель долгов. Иисус сказал им, что Он находится там, чтобы проповедовать «Лето Господне благоприятное». Он сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Итак, внутри вас живет погашатель долгов. И однажды я читал это местописание в контексте погашения долгов. Я думаю, что вы можете читать это местописание в контексте исцеления, в контексте освобождения от страха, но что все эти вещи связаны между собой. И послушайте, как это работает, когда речь идет о погашении долга. «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Благовесть для нищих в том, что им не нужно больше быть нищими. Им уж точно больше не нужно оставаться в долгах. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, люди, которые находятся под давлением долгов. Они проходят это состояние сокрушенности сердца. Иисус пришел, чтобы освободить их от долга и таким образом освободить их от сокрушенного сердца. проповедовать плен о освобождении. Долг — это плен. Должник — раб-заимодавца. И мы видим, что Иисус проповедовал нам помазание для проповеди освобождения пленным, что мы освобождаемся из рабства долгов, и мы ходим в свободе от долга. Что еще? Слепым прозрение. Когда люди так поглощены долгом и финансовыми проблемами, это делает их слепыми к тому, что Дух Божий пытается показать им. Но вы убираете это от них, и есть свобода, чтобы видеть то, что Бог хочет, чтобы они видели. Отпустить измученных на свободу. Это мучение приходит от ударов финансового давления и долга, который отягощает людей. Знаете, брат и сестра Коплан приняли решение много лет назад, в 1967 году, никогда не брать деньги в долг для личной жизни и для этого служения. И знаете, что? Я так благодарен, что они приняли это решение. Теперь вы также можете принять это решение. И Господь поможет вам выбраться из этой долговой ситуации. Возможно, на это уйдет какое-то время, но послушайте, когда вы учитываете фактор сверхъестественного, это намного быстрее. На это уходит гораздо меньше времени. И Кеннет и Глория сделали это посвящение Господу. Мы сделали это посвящение Господу. Мы с Терри сделали это посвящение, жить жизнью, свободно от долгов. А также и наша церковь, наше служение. Знаете, на самом деле у нас есть административное здание, которое было закончено в 1986 году. 1986 год. И я помню, что это был первый день, когда мы отвели нашу дочь в детский сад здесь, в нашем служении. И затем пришли на работу прямо сюда, в административное здание. Но если бы мы брали деньги в долг на это здание, брали деньги в долг, чтобы суметь построить здание, мы все еще выплачивали бы проценты и сегодня. Но мы прожили все эти годы, потребовалось немного дольше. И у нас было несколько остановок, но оно было завершено, оно было построено. Построено без долгов, и это замечательно. И вы можете жить таким образом. Вам нужно начать открывать ваше сердце и разум, чтобы увидеть это. И позвольте мне поделиться с вами сегодня на передаче тем, что у меня есть три сверхъестественных пути, благодаря которым Бог убирает долг. Позвольте мне сначала дать вам три пути, а затем мы посмотрим места Писания для каждого из них. Во-первых, в сверхъестественном погашении долга Он обеспечит вас финансами, чтобы выплатить долг. Это один из путей. Вот еще один. Он уберет долг полностью. И третий. Бог вдохновит других выплатить долг. Давайте посмотрим на первый путь. Он обеспечивает финансы для выплаты долга. Если вы посмотрите четвертую книгу Царств, четвертую главу с первого по седьмой стихи, то здесь мы можем увидеть, что Елисей пришел к этой вдове. У нее недавно умер муж, пророк, и кредиторы хотели забрать ее двоих сыновей в рабство. И вот приходит Елисей и говорит ей, что мне сделать тебе? И спрашивает, что у тебя есть в доме? Она сказала, нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних. Набери немало, и пойди, запри дверь за собой, и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды. Из твоего сосуда, полный отставляя. И написано, и пошла от него, и заперла дверь за собой, и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, пойди, продай масло, и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Итак, мы видим отчаянную ситуацию. И очень многие люди находят самих себя в отчаянных долговых ситуациях. Они одалживали, 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 и оказались в таком положении, когда они должны так многим людям. И, возможно, финансовая ситуация в их жизни сложилась так, что они не могли справиться со своими долгами. Итак, мы видим, что эта женщина находилась в безвыходном состоянии. Может быть, некоторые из вас в безвыходном состоянии сегодня. Но послушайте эту историю. Прежде всего, она обратила внимание на то, что говорил пророк Елисей. Он спросил, что есть у тебя в доме? И дальше она послушалась пророка. Пошла и набрала сосудов. Ее сын взял сосуды, принес, и она начала наливать то масло. У меня здесь стоит чай, и я пью этот чай между передачами. Но подумайте, что бы было, если бы я просто начал, если бы у меня был здесь большой сосуд или большой кувшин рядом со мной, и я начал бы наливать этот чай в этот кувшин. Наполнил бы весь этот кувшин, и там был бы бесконечный источник, который выливался из этой кружки. Откуда ты из сверхъестественного мира? Этот чай наливался бы в этот сосуд. А именно это и произошло с той вдовой. Она наливала то масло. Она наливала, наливала и наливала, пока все сосуды не были наполнены. И тогда пророк сказал ей, «Пойди, продай масло». Я верю, что она получила лучшую цену за то масло. Она просто занялась торговлю маслом и получила лучшую цену за масло. Пророк сказал, «Возьми деньги, которые ты получила, заплати долги и живи на остальные деньги». В новом живом переводе Библии сказано, «Продай масло, заплати свои долги, и останется достаточный денег, чтобы содержать тебя и твоих сыновей». Что ж, это был ее выход на пенсию, прямо там. И кто знает, что она делала с теми финансами? Кто знает, что произошло с ней? Может быть, она возглавила всю ту местность. Я имею в виду, эту идею можно развивать и развивать. Но факт в том, что Бог сверхъестественно обеспечил ее финансами, чтобы она смогла избавиться от долгов. Хорошо. Теперь рассмотрим второй путь. Второй путь. Бог полностью уберет долг. 18 глава Евангелия от Матфея. 23 стих. Давайте прочитаем это. С 23 стиха. «Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Когда вы проводите все вычисления, это почти 200 тысяч килограммов серебра». Я имею в виду, тот человек был должен очень много денег. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Если вы продолжите читать историю, вы найдете, что этот же самый человек, который был освобожден, не простил человеку, который должен был ему совсем немного. Этот человек закончил не очень хорошо. Но мы не будем углубляться в этом. Давайте посмотрим только до этого места. И здесь есть человек, который находится в этих долгах, под тяжелым бременем долгов. Я знаю, что есть люди, которые ощущают тяжесть долга прямо сейчас. Но! Но! Это очень важное слово в данном случае. Но! Это важное слово, потому что мы говорим о сверхъестественном погашении долгов. И в данном случае он пошел и попросил милости у того человека. Государь, умилосердившись над рабом тем, сказано, что он отпустил его и полностью простил ему долг. И у Бога есть способ полностью совершенно убрать этот долг. Просто абсолютно стереть и уничтожить долг. А это то, во что я верю. Откройте ваше сердце прямо сейчас, чтобы принять от Господа эту сверхъестественную отмену долгов, которая нужна вам в вашей жизни. Бог может сделать это. Он обеспечит вас финансами. Он может сделать это, совершенно убрав долг. Есть еще одно местописание в книге Ниемии, где Ниемий узнал, что бедных евреев облагали налогами их лидеры. Их облагали налогами так, что они теряли свою землю, теряли свой урожай, они теряли свои семьи. Они оказались в безвыходном положении в отношении этих долгов. Но вы должны понимать кое-что сегодня. Когда мы ходим с Богом, мы в беспроигрышной ситуации. Какими бы ни были условия, в которых вы находитесь прямо сейчас, со Словом Божьим, вы в беспроигрышной ситуации. И все выглядело так, будто эти евреи были на грани уничтожения. И Ниемия, сказано, что он рассердился и ударил кулаком по столу. И он собрал всех лидеров вместе и сказал, это должно прекратиться. И он сказал, приказываю вам прямо сейчас освободить этих людей от их долгов. И там была массовая отмена долгов. Массовая отмена налогов. Я слышал о случаях и слышал одно свидетельство за другим о том, как Бог уничтожал долги в жизни людей. Просто чудесное, сверхъестественное погашение и уничтожение долгов в жизни людей в Моем собрании. Это отмена долга, которая приходит свыше. и высшим образом. Поэтому Бог может обеспечить вас финансами, чтобы выплатить долги. Он может полностью и совершенно стереть долги. А также есть еще третий путь. И прежде чем я вам скажу про третий путь, я вам скажу вот что. Он сократит долг. Я отношу это к отмене долга. Он либо уберет долг, либо он сократит долг. И в дополнение к этому он обеспечит вас финансами. Вы можете углубиться в детали всего этого, но все это к тому, что он позаботится об этом долге. Он сократит долг. Я просматривал свой конспект и искал некоторые из этих вещей. И вот свидетельство, которое рассказал один человек из нашей церкви. Это свидетельство о компании, которой они должны были 6500 долларов. И компания написала им письмо. У меня есть письмо. они написали и сказали им, если вы согласны заплатить 1600 долларов, мы будем считать, что мы в расчете. А члены нашей церкви даже не просили компанию об этом. Люди из этой компании обратились к ним и сказали, если вы согласны заплатить 1600 долларов, мы закроем этот вопрос. так что этот долг был сокращен на 75%. И местописание, которое я использовал, было из 16 главы Евангелия от Луки, где говорится о том, как слуга сделал серьезные ошибки. И затем он начал обращаться к отдельным людям, которые были должны деньги его господину, и говорил, вот ты должен моему господину 250. Ты согласен заплатить 100, и мы будем считать, что мы в расчете. Пошел к другому человеку и сказал, ты должен ему 500. А 250 заплатишь? Если заплатишь, будем считать, что мы в расчете. Он пошел к другому человеку и сказал, ты должен 1000. А давай договоримся, что ты заплатишь 500. Итак, Господь будет делать это. Это часть плана погашения долгов. Он сделает это. И третий путь. Он будет побуждать других, чтобы выплатить ваши долги. Давайте откроем послание к Филимону. В послании к Филимону мы узнаем, что был раб, слуга, которого звали Анисим, который принадлежал Филимону. И апостол Павел позже родился свыше и стал полезен апостолу Павлу. И Павел написал об Анисиме. И послушайте, что он написал. Если же он чем обидел тебя или должен тебе что-то, он писал Филимону. 18 стих. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. У Павла были счета с ним. И он сказал, считай это на мне. И Павел сказал, я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Я позабочусь о долге. И дальше Павел сказал, как тот, кто ведет переговоры, не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Поэтому я думаю, что долг был, наверное, полностью убран. Но послушайте, Павел был готов сам оплатить долг. И в расширенном переводе Библии сказано, если он причинил тебе какое-то зло каким-то образом или должен тебе что-то, запиши это на мой счет. Я, Павел, напишу это своей собственной рукой. Я обещаю оплатить это полностью. Важно, чтобы вы знали, когда мы говорим о том, что Бог побуждает людей, это Бог побуждает людей, а не вы. Вера не будет оказывать давление на людей. Вера оказывает давление на обетование и Слово Божье. Вера оказывает давление на завет с Богом. И вера говорит, Бог мой источник. Вы даете, и дано будет вам. Я хочу завершить передачу сегодня Словом от Господа, которое брат Копланд получил в отношении вопроса свободы от долгов до 2007 года. И Слово Господне пришло. И в нем говорилось, проявление благословения находится на наивысшем за все времена уровне. Вы приближаетесь к проявлению славы в благословении. Это такой взрыв в способах и интенсивности, какого человечество никогда не видело раньше. Благословение окружит вас. Оно охватит вас. Вы научитесь ходить в тайном месте Всевышнего Бога. благословенные в его благословении, благословенные в его славе, благословенные при вашем входе, благословенные при вашем выходе, благословенные в вашем кошельке. Всякому долгу придется подняться и убраться от вас, как проказа уходила от прокаженных в прошлом. Долг — это финансовая болезнь, это финансовая проказа, это попытка сделать деньгами и способностями мира то, для чего я создал благословение, чтобы оно делало это для вас. Только долг — это бремя, а не благословение. Долг — это часть проклятия. Если вы начнете исповедовать Слово Божье, вы будете шокированы и обрадованы тем, как быстро, простите, как быстро возрастет слава и прогонит долг прочь из вашей жизни. Если вы начнете исповедовать Слово Божье и принесете вашу десятину мне, и проведете время со мной, отделяя эту десятину для меня, я научу вас, и я подготовлю вас, и я покажу вам, как быть свободными от долгов. Я благословлю вас сверх ваших средств. Я благословлю вас сверх вашего дохода. Я благословлю вас сверх ваших зарплат. Я благословлю вас сверх всего, что вы когда-либо знали раньше. Я покажу вам вещи, о которых вы никогда не слышали раньше. Вы воспользуйтесь этими вещами, и вы будете финансово благословлены. Я приведу такое финансовое благословение на вас, что у вас не будет никакого представления о том, откуда оно пришло. Это придет к состоянию взрыва. Я готов, говорит Господь. Если вы начнете исповедовать это, ходить в этом, делать это приоритетом в вашей жизни, тогда слава проявится посреди вас, и вы воздадите мне хвалу, и я приду и посещу вас, и вместе мы проведем замечательное время. Во имя Иисуса я приказываю уничтожению долгов прийти в ваши дома. Я приказываю уничтожению долгов прийти в ваш бизнес. Сверхоестественное погашение долгов принадлежит вам. В вас живет уничтожитель долгов. Прямо сейчас. И вы принимаете проявление погашения долгов. Скажите, я принимаю это, я верю в это, я хожу в этом. Я принимаю сверхъестественное погашение долгов в моей жизни. Всякий долг стерт, всякий долг уничтожен. И провозглашайте это, и говорите это, и обращайтесь к Слову Божьему с этим, и вы обнаружите себя свободными от долгов. И сегодня мы будем говорить о том, как снимать средства с вашего небесного счета. Давайте обратимся к посланию к филиппийцам. Четвертая глава послания к филиппийцам, и мы начнем читать с 14 стиха. Павел обращается к филиппийцам. И он говорит им, впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних. Вы и Фессалонику. И раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. И именно на это мы будем обращать наше внимание сегодня. На эту идею плода, умножающегося в пользу вашу. Знаете, есть банковские счета на земле, и есть банковские счета на небесах. Позвольте мне поговорить о банковских счетах на земле. Прежде всего, вы должны понимать, что это не противоречит воле Божьей, чтобы у вас был банковский счет или несколько банковских счетов здесь на земле. Если только вы не накапливаете деньги, никогда не слушая Бога, и не делая с ними то, что Он говорит вам делать с этими деньгами. Но послушайте, я хочу дать вам пару мест Писания, которые подтверждают эту идею. На основании Библии о земных банковских счетах. Посланник Филимона 1.18 в расширенном переводе Библии сказано, «Если Он причинил тебе какое-то зло, каким-то образом, или должен тебе что-то, запиши это на Мой счет». Мы можем сделать вывод, что у апостола Павла был определенный счет. В Иоанна 12.6 в расширенном переводе Библии говорится, что у Иуды был мешок, денежный ящик, кошелек двенадцати. Так что существовал счет, который принадлежал Иисусу. Вторая паралипоменон 31.11. «И приказал Иезекия приготовить комнаты». И наеврите слово «комнаты» — это слово «хранилище» при доме Господнем. Поэтому у вас могут быть земные счета. Просто не полагайте ваше упование на эти счета. И мы должны понимать, что у нас есть счета на небесах. И эти небесные счета не боятся воровства, разрушения, тления или любого рода экономических условий. В Евангелии от Луки 12.33 сказано, что у нас есть неоскудевающие сокровища на небесах. Очень многие люди не понимают, что у них есть банковские счета на небесах. Они просто не понимают этого. У меня есть. У меня есть банковский счет в банке небес. Он огромный. Это огромный счет. У филиппийцев был банковский счет в банке небес. В одном из переводов Библии в 15 стихе сказано, «Ни одна церковь, кроме вашей, не вступила в партнерство и не открыла счет для нас». Это здорово. Не открыла счет для нас. Они открыли свой счет своим даянием. Я хочу прочитать вам местописание из других переводов Библии. Это же местописание звучит так. «Не потому, что я ищу или очень хочу подарка». Это расширенный перевод. «Но я ищу, и я очень хочу плода, которые возрастают в вашу пользу». Урожай благословений, который накапливается на вашем счете. В другом переводе сказано, «Я ищу плода, которые зачисляются на ваш счет». Еще один перевод. «Я сильно желаю увидеть изобильные доходы, помещенные на ваш счет». А вот еще один перевод. «Я беспокоюсь о выгоде, которая скапливается на вашем божественном счете». Вот еще один перевод. «Я ищу прибыли, которая возрастает на вашем счете». И еще один. «То, что я ценю больше всего, это прибыль, которая накапливается на вашем счете». И, возможно, вы думаете, «Ну, знаете, я не помню, чтобы я открывал какой-то счет на небесах». Да, вы сделали это. Когда филиппийцы начали давать апостолу Павлу, начали жертвовать ему, они открыли счет. Как мы и прочитали, они открыли свой счет своим даянием. Вы делаете то же самое. «Вы открываете свой счет через ваши десятины». Малахии 3.10. «Вы открываете ваш счет через инвестирование в Евангелие». Марка 10 глава, 29-30 стихи. Речь идет о стократном урожае. «Вы открываете свой счет, давая нищим». Притча 19-17. «Благотворяющий бедному дает взаимы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». И мы даем, как выражение, хвалы Богу. Это еще один путь. В Библии говорится о собирании сокровищ на небесах. Мы собираем средства и сокровища на этом небесном счете. Поэтому у вас есть счет. Если вы отделяете десятину и вы сеятель, у вас есть счет в небесном банке. Но вопрос в том, как нам снимать средства с этого счета. Я хочу прочитать кое-что прежде всего. Про Каната и Глорию. И то, что я буду говорить дальше на передаче, это именно то, что они сделали. То, что сделали Каната и Глория. Я собираюсь дать вам план, которым вы сможете следовать, чтобы снимать средства с небесного счета. Знаете, есть путь того, как вы можете снимать средства с вашего банковского счета. Я знаю, что в моем банке есть определенный способ. Я должен заполнить определенные квитанции, пойти отдать ее кассиру, и она отдаст мне средства с моего счета. Я знаю, что на моем земном счете у меня есть деньги, слава Богу. У меня есть деньги на счете на этой земле. Заповеданное благословение Господне, как говорит Терзаконие 28 глава, пребывает на наших хранилищах. И это также говорит о наших хранилищах здесь, на земле. Поэтому я принимаю это заповеданное благословение и умножение в моих хранилищах. И есть определенный путь, как я могу пойти в мой банк, и как я могу снять деньги со счета. И есть определенный путь, как вы можете пойти в свой банк, и вы можете получить определенные средства из этого банка и сделать определенные вещи. Но послушайте вот что. Я прочитаю вам кое-что, и это основано на том, что Брат Коплант написал в книге «Законы преуспевания». И он также учил об этом много лет назад, о законах преуспевания. Я записал это для себя, собрал все это вместе и использовал для того, чтобы учить об этом. Но послушайте. Кранат и Глория. Они в то время жили в городе Талса, штат Оклахома. И Брат Коплант уже был проповедником, которому негде было проповедовать. Он ездил на старой машине, которая проехала более 150 тысяч километров. У них были дети, о которых они должны были заботиться. Также он должен был платить за обучение. И к тому моменту их финансовое состояние было совсем плохим. Они были должны людям и не имели видимой возможности когда-нибудь с ними рассчитаться. Возможно, вы знаете кого-то в таком состоянии. Ободритесь. Улыбнитесь. Ободритесь сегодня, потому что Господь говорит вам, рассказывая вам, как снимать средства с вашего небесного счета. Они были должны людям и не имели видимой возможности когда-нибудь с ними рассчитаться. Но после того, как они услышали, как Кеннет Хейген проповедует о вере из Евангелия от Марка 11.23, они решили действовать в вере. Они собрали все свои долговые обязательства, слушайте внимательно, они собрали все свои долговые обязательства, записали каждого человека и сумму, которую они были должны. Затем они посчитали очень детально, сколько их семье нужно на жизнь. Они включили в бюджет 15% на дополнительные расходы. Они определили, что им нужно в ближайшем будущем. Вся эта информация была записана на бумаге в форме молитвы согласия. И прошло несколько дней, прежде чем они подписались под это молитвы согласия. Они молились, они постились, они покаялись перед Богом, что не были хорошими представителями Господа Иисуса Христа. И они согласились вместе, на основании послания к римлянам, 13.8, что они никогда больше не возьмут в долг ни цента. Они пообещали Богу, что они рассчитаются с каждым, кому они были должны. И они продолжали делать вклады на свой небесный счет, верно отделяя десятину и сие семя. Они высвободили свою веру и действовали на основании своей возможности снять средства со своего счета на небесах. И знаете, этот процесс занял время. Потребовались усилия, потребовалась молитва, потребовалась сосредоточенность, потребовалось усердие. Потребовалось, чтобы они углубились в это, были настойчивы в этом и не оставляли эту цель, которая у них была, выплатить все эти долги. И они прикладывали усилия и принимали снятие средств со своего небесного счета. Они пропитали себя Словом Божьим и отключили все голоса этого мира, никакого телевидения, никаких газет, только Слово Божье. И слава Богу, через 12 месяцев каждый долг был полностью выплачен, и всякая нужда была полностью восполнена. И то, что я собираюсь дать вам, это именно то, что они сделали. И мне нравится называть это «семь шагов к снятию средств из небесного банка». «Семь шагов к снятию средств из небесного банка». Если хотите, это расходная квитанция, по которой вы можете снять средства с вашего небесного счета на небесах. Вы хотите узнать, как это сделать? Тогда возьмите ручку и бумагу. Я буду говорить быстро. И мы, Стери, следуем этому. И вам также следует следовать этому. Это не какая-то сухая формула. Это вдохновленное Духом Святым Слово от Бога о том, как вести людей шаг за шагом через процесс веры. Итак, номер один. Определите сумму, которая нужна вам для жизни. Это то, что Кеннет и Глория сделали. Они определили сумму, которая была им нужна в их семье. Они учили быть точными и целенаправленными в этом. Запишите это. Составьте список всех нужд, которые у вас есть. Просто перечислите все долги. И перечислите все желания. И вот местописание, которое мы используем для этого. Послание Якова, первая глава с пятого по восьмой стихи. Будьте целенаправленными в этом. Вы будете снимать средства с вашего небесного счета. Поэтому будьте целенаправлены в этом. Номер два. Согласитесь с людьми, которые верят подобным образом. Матфея, 18 глава, 19-20 стихи. Это очень важно. Мужья и жены, я обращаюсь к вам. Нет большего согласия на земле, чем согласия между мужем и женой. Когда мы с Терри поженились, и брат Коплов венчал нас в августе 1977 года, я очень хорошо помню то, что он сказал нам. Нет большего согласия, чем когда муж и жена вместе. Это непреодолимый щит, через который дьявол не может пробиться. Но когда муж и жена в ссоре друг с другом, это открытая дверь для дьявола, чтобы он вошел. Поэтому согласитесь друг с другом. Согласитесь друг с другом. Если вы не состоите в браке, согласитесь с кем-нибудь в вере. Если вы не знаете кого-то, кто движется в вере, позвоните в миссию Кеннета Коплэнда. Вы знаете телефон нашей миссии. Позвоните нам и скажите, послушайте, мне нужно быть в согласии с кем-то. И тот человек на другом конце телефонной линии. Я хочу вам сказать, что это чудесные, помазанные, молитвенные служители. Они согласятся с вами на основании Слова Божьего. Поэтому согласитесь с теми людьми, которые движутся в вере, как и вы. Знаете, у нас в Терри несколько лет назад был красивый дом. И Господь сказал нам посеять этот дом, посеять. И когда Терри впервые сказала мне об этом, она сказала, Джордж, что ты думаешь по поводу того, что Господь хочет, чтобы мы посеяли, отдали этот дом? Два года спустя я ей ответил. Я говорю серьезно. Мне потребовалось два года, чтобы решить это в молитве. Я помню день, когда это пришло в мое сердце, что мы должны отдать, посеять его. Мы летели в самолете после того, как закончили собрание в Бормунте, в Англии. И мы улетали домой в тот день. И когда мы взлетали, это просто взорвалось внутри меня. Дух Божий просто поднялся и проговорил ко мне. И я повернулся к Терри и сказал, «Это время, чтобы отдать этот дом». И мы согласились друг с другом, и мы посеяли этот дом. Мы сначала полностью рассчитались за него, и затем мы посеяли это. И мы верили Богу. И знаете, именно так мы с Терри и живем. У нас есть молитва согласия, которая относится еще к тому времени, когда мы не были женаты. Я сохранил эти молитвы, я храню это. Мы оглядываемся на них время от времени и просто радуемся благости Божьей. Нет ничего более сильного, чем люди, которые соглашаются в вере друг с другом. Поэтому согласитесь в молитве веры. Номер три. Востребуйте то, что вам нужно верой. Востребуйте то, что вам нужно верой. Именно это и есть снятие с небесного счета. Снятие средств, которые вы ищете. Потребуйте это. Снимите с небесного счета. Согласно Евангелии от Марка 11 главе, 23 и 24 стихам, скажите Господу, Отец, я снимаю сейчас с небесного счета те финансы, которые мне нужны. Сделайте это. Если вы сеете, у вас есть небесный счет. Если вы отделяете десятины, у вас есть счет на небесах. Поэтому востребуйте то, что вам нужно. Снимите эту сумму из банка небес. Хорошо, номер четыре. Свяжите дьявола и его темные силы. Это соответствует Евангелию от Матфея 18, 18. Скажите, сатана, убери свои руки от моих денег. Оставь их. Не сдерживай их. И это обеспечивает свободный доступ для Бога, чтобы иметь возможность доставить это вам. Поэтому свяжите дьявола и его темные силы. Номер пять. Высвободите ангелов. Пойди и взять это. Служебные духи. Пойдите и получите мои деньги. Вы отправляете их в небесный банк. Пойдите и скажите этому кассиру. И снимите эти средства из банка небес. Согласно посланию к евреям 1, 14. Ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Служебные духи. Пойдите и получите мои деньги прямо сейчас. Номер шесть. Постоянно прославляйте Бога за это. Псалом 33, 2 стих. Постоянно прославляйте Бога. И это удерживает вашу веру на высоком уровне. Это удерживает ответ перед вами. Это удерживает вас в положении принятия от Господа. Вы просто постоянно прославляйте Бога за это. Именно это и делали. Канн это Глория. Именно это делали мы с Терри. И это все, что вам нужно делать для того, чтобы снимать средства с небес и видеть, как эти финансы приходят в вашу семью. И затем Иакова 3, 16 и Марка 11, 25 и 26 стихи. Номер семь. Избегайте ссор и непрощения. Они просто выключают все. Они перекроют способность Бога принести это вам и доставить это в ваши руки. Я хочу повторить. У вас есть счет на небесах. Этот счет полон и ждет, когда вы можете снять с него средства. И Дух Божий прямо сейчас побуждает меня вернуться и повторить все эти пункты еще раз. И еще раз пройтись по ним вместе с вами. Давайте сделаем это. Это то, что Каннет и Глория Коплэн делали, чтобы снимать финансы. Это вывело их из долгов. В то положение, в котором они находятся и сегодня. К тому, чтобы ходить в Божьем финансовом обеспечении. Итак, номер один. Определите сумму, которая вам нужна для жизни. Будьте точными и целенаправленными в этом. Примите решение о той сумме, которая необходима. Номер два. Согласитесь с людьми, которые верят точно так же, как вы. Это согласие непробиваемый щит. Номер три. Востребуйте то, что вам нужно верой. Снимите верой эти средства со своего небесного счета. Вы снимаете их при помощи слов своих уст. Отец, я снимаю сейчас эти средства с моего счета. Во имя Иисуса. Номер четыре. Свяжите дьявола и его темные силы. Сатана, убери свои руки от моих денег. Во имя Иисуса. Местописание для первого пункта. Иакова. Первая глава. С пятого по восьмой стихи. Для второго пункта. Матфея 18 глава. Девятнадцатый двадцатый стихи. Для третьего. Марка 11 глава. Двадцатый двадцать четвертый стихи. Для четвертого. Матфея 18-18. Номер пять. Евреям 1-14. Вы сводите ангелов пойти и доставить это вам. Служебные духи, пойдите и получите мои средства сейчас во имя Иисуса. Номер шесть. Постоянно прославляйте Бога за это. Отец, я прославляю и благодарю тебя. Я, вера, снял эти деньги со своего небесного счета, и, Господь, я благодарю тебя за финансы. Я благодарю тебя за обеспечение. Благодарю тебя, Господь Бог, что я посеял семя. Я даю и дастся мне. Меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, а цыплют мне в лоно мое. Отец, я благодарю и прославляю тебя за это прямо сейчас. Номер семь. Я избегаю ссор и непрощения. Иакова 3.16, Марка 11, 25 и 26. И это то, что вы делаете, чтобы снять средства с вашего небесного счета. Я собираюсь прочитать вам ту молитву, какой молились Канет и Глория. Вы можете их найти на нашем английском сайте, kcm.org. Найдите все это. Сядьте с вашей семьей и изучите вместе. Обратите внимание на те книги, которые мы предлагаем вам на этой неделе. И мы говорим о 10-дневном плане действий для полного финансового прорыва. Вы можете сами провести свои 10 дней со своей семьей, используя эти заметки. И вы можете молиться той же молитвой, которой молились Канет и Глория, когда они выходили из трудных финансовых обстоятельств. Послушайте, я взял это из того, о чем он проповедовал, и что он написал. Отец, во имя Иисуса, мы снимаем, и там оставлено место для суммы, с нашего небесного банковского счета. У нас есть эти деньги на нашем счете. И мы снимаем эту сумму сейчас. Мы верим, что мы получаем. И напишите здесь сумму. И затем, на основании Марка 11, 23 и 24, мы верим в нашем сердце, мы исповедуем сейчас. Что это наше во имя Иисуса. Мы соглашаемся иметь эту сумму, согласно Матфея 18, 19. И с этого дня мы возлагаем все заботы об этом на тебя. И мы благодарим тебя за это. Сатана, мы берем власть над тобой. Мы связываем твою работу сейчас. И мы делаем тебя беспомощным. Служебные духи, ангелы, мы приказываем вам идти и приносить к нам эту сумму, согласно посланию к евреям 1, 14. И, Отец, мы прославляем Твое имя за восполнение наших нужд по богатству Твоему в славе, Христом Иисусом, и за умножение нашего семени для сеяния во имя Иисуса. Вот молитва, которой они молились. Вот тот путь, которым они прошли. Я вдохновляю вас. Воспользуйтесь всеми этими материалами. Объявите вашему мужу. Просто скажите ему, завтра мы начинаем 10 дней процветания в этом доме. И мы берем книги брата и сестры Копланд. Берем заметки пастора Джорджа. И будем сидеть вместе, изучать это и погружаться в это. Вместо того, чтобы смотреть всю ночь телевизор, мы будем проводить наше собственное служение дома. Мы будем изучать эти материалы. Мы будем молиться. Мы будем искать Господа. И мы увидим, как Бог действует для нас. У вас есть счет на небесах. И очень многие не осознают, что Он есть там. Но, слава Богу, теперь вы осознаете. Вы знаете, что Он там есть. И у вас есть полное право участвовать в том, что у Бога есть для вас на этом счете. Слава Богу! И это время призвать ваш урожай. Я хочу начать с 10 главы книги «Притч». 4 и 5 стихи. Притчи 10, 4 и 5 стихи. Здесь сказано. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Точно так же, как фермер не спит во время урожая, когда это время собирать урожай, время выходить в поле, это верно и для нас. У нас есть урожай, которое нужно собрать. Я хочу поделиться с вами словом от Господа, которое Кейт Мур высвободил в нашей церкви 11 лет назад. У нас проходили определенные собрания, и брат Кейт Мур поднялся, чтобы говорить. У него было слово от Господа. И это краткое содержание того слова, которое было дано нам через него. Он сказал, что в отношении пожертвований церкви Игла Маунтин, сердце Божье было огорчено. Бога беспокоило, что мы не пожинаем. Люди обмануты в своем мышлении, если они просто ждут, что Бог принесет это им. Некоторые разочарованы и разозлены на Бога. Сколько еще я могу давать? Вы думаете, что вы ждете Бога. Вы думаете, что жатва приходит автоматически. Вы думаете, что как только вы отдали деньги, все теперь зависит от Бога. Вы просто сидите и расслабляетесь, и думаете, что все это свалится на вас. Это невежество и заблуждение. Итак, это было слово от Господа. Я призываю вас услышать Слово Господне и принять решение. Я не просто хороший даятель, я хороший жнец. Я стану очень хорошим и очень искусным в сборе урожая. Именно об этом мы поговорим на этой передаче сегодня. Я начал изучать эти послания, которые он получил. Когда он сказал это слово в нашей церкви, я сказал сам себе, «Хорошо, я слышу Слово от Господа. Бог ценит наше даяние». Но Бог был огорчен тем фактом, что мы не принимали или не пожинали урожай, который у нас был. И я изучал эти послания. Затем я пришел в нашу церковь и сделал трехдневное обучение, которое мы проводили в течение недели, просто уча о том, как пожинать ваш урожай. И мы немного поговорим об этом сегодня. Я призываю вас, чтобы вы были не просто хорошим даятелем, но также и хорошим жнецом. Давайте откроем Евангелие от Марка, 4 главу, и прочитаем 28 и 29 стихи. Я хочу поговорить с вами о нашей ответственности. Ответственности, которая есть у нас в том, чтобы пожинать урожай. Я поговорю с вами сначала об ответственности. Затем поговорю с вами немного о путях того, как пожинать урожай. Итак, Марка, 4, 26. Иисус сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Заметьте, «Этот человек бросал семя в землю». И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Как мы можем рассматривать это в применении к нашему даянию, нашему сеянию и нашему принятию. Мы подобны фермеру. Мы сеем семя. Мы сеем наше семя в почву Царства Небесного. А Бог является тем, кто дает рост. Он умножает плоды. Но затем, что мы читаем здесь? Он немедленно... Кто он? Тот человек. Человек, который посылает серп, потому что настала жатва. И как я сказал раньше, как нелепо было бы фермеру прилагать усилия, работать и тратить время, чтобы сеять семя, обрабатывать землю, культивировать это семя, поливать его, работать над ним, отгонять вредителей. А потом, когда настанет жатва, он просто говорит, ну, мы поедем в отпуск. Или другими словами, мы проспим урожай. Слишком многие из нас просыпают наш урожай. И у вас есть урожай. Если вы оставите естественный урожай в поле, он сгниет. Но сверхъестественный урожай, духовный, он там. Он ждет вас. Он не сгниет. Он просто ждет вас. Но это ваша ответственность – пожать урожай. Позвольте мне дать вам пару мест писания, которые подкрепят эту духовную теорию о том, что наша ответственность в том, чтобы пожинать урожай. Притча, 6 глава, с 6 по 8 стихи. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Даже муравей знает, что делать. Даже муравей знает, что ему нужно выйти и собрать, и принести урожай. Вот еще одно местописание. Галатам 6 глава, 7 по 9 стихи. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Все, ищев плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющев дух, от духа пожнет жизнь вечную». Человек сеет, человек пожинает. Мне нравится эта фраза, что посеет человек, то он и пожнет. Мы являемся теми, кто пожинает урожай, который мы сеем. «Сеющев дух, от духа пожнет жизнь вечную». И в продолжении этой фразы сказано, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Видите? Мы жнецы, мы те, кто пожинает. Мы должны выйти в поле и собрать урожай. Хорошо, еще одно местописание, которое подтверждает это. Екклезиаст, третья глава, первой и второй стихи. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать, или же, как сказано в одном из переводов Библии, насаждать и собирать посаженное». Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы приняли свою ответственность как жнецов и повторили это за мной. Я принимаю, скажите это, я принимаю мою ответственность, мою ответственность быть жнецом, быть жнецом. Мы принимаем ответственность не только сеять семя, но и ответственность пожинать семя, которое есть там. Если вы будете изучать те послания, которые Кейт Мур проповедовал о правилах жатвы, вы узнаете, что духом вы будете знать, где пожинать, когда пожинать и что пожинать. Вы будете способны определить урожай. Фактически, когда вы увидите, как это приходит в вашу семью, вы скажете, это мой урожай. Это мой урожай. И вам нужно начать готовить себя, чтобы когда вы увидите приходящий урожай, вы сказали, это мой урожай. Это мой урожай. И вы станете не только настроенными на сеяние, но вы станете также настроенными на жатву. Бог хочет, чтобы мы были хорошими сеятелями. Но знаете что? Он хочет, чтобы мы были также хорошими жнецами. Давайте поговорим о том, как собирать урожай. Как мы собираем урожай? Позвольте мне прочитать кое-что еще, чем брат Кит Мур поделился в правилах жатвы. Он делился небольшой историей. У одного проповедника были финансовые трудности. И физически он был здоров и силен. На его служениях проявлялась великая сила Божья. Служение возрастало. Единственной сферой проблем была финансовая сфера. И он уделил время тому, чтобы поститься и молиться об этом. И искал Господа, чтобы узнать, почему, что происходит с финансами. И Господь сказал ему, что он не был в вере в отношении своих финансов. Он сказал ему, что он должен пожинать свои финансы точно так же, как он пожал свое исцеление. Верой. Итак, номер один. Для того, чтобы пожать ваш урожай, вы должны сделать это верой. Вам придется сделать это верой. Но что касается веры, есть путь того, как мы пожинаем урожай. И это так восхитительно для меня. Я очень жду, чтобы приступить к этому. Но это путь того, как пожинать урожай. И он согласуется с Писанием. Посмотрите 41 главу книги пророка Исаия. 15 стих. И мы узнаем сегодня, как именно пожинать этот урожай. И мы будем призывать его. Мы будем призывать его. Знаете, в миссии Каннета Копланда наш бухгалтерский отдел дал мне некоторую информацию. И я узнал, что с 2007 года миссия Каннета Копланда посеяла, как вы знаете, мы отделяем 10% всех доходов, которые приходят в служение. И это идет на то, чтобы служить тем, кто не может сам услышать Евангелие. Мы сеем это в служение по всему миру. Которое доносит Слово Божие другим людям. И это пришло в результате молитвы, когда брат Копланд молился в молитвенном домике, когда годы тому назад он оказался в такой ситуации, когда служение было должно миллион долларов. И он обратился тогда к Господу и сказал, «Господь, есть долг в миллион долларов. Нам нужны эти деньги в служение». И Господь сказал ему, «Начни сеять 10% от всех своих доходов в этом служении и сей их в другие служения». И мы делаем это. Мы делаем это в нашей церкви, мы делаем это в этом служении. И с 2007 года миссия Каната Копланда посеяла более 62 миллионов долларов. более 62 миллионов долларов с 2007 года. И знаете, мы проводили собрание для сотрудников нашей миссии раз в неделю здесь, и мы просто призывали урожай. Мы шли в наши поля. Брат Копланд, и мы пожинали этот урожай. Мы просто призывали этот урожай. И вы можете делать то же самое. Являетесь ли вы даятелем, сеятелем, отделяете ли вы десятину, тогда вы можете призывать свой урожай. Но как мы можем это делать? Исайя 41,15. Послушайте. Вот. То есть, смотрите. Вот. «Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Микину». Господь сказал, «Я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым». Знаете что? В моей Библии, в сноске, есть перевод севрита, слово «зубчатый». И перевод этого слова «зубчатый» говорит об устах. Об устах. «Я сделаю тебя новым острым молотилом с устами». Итак, мы пожинаем наш урожай при помощи слов наших уст. В наших устах есть меч Духа. И когда мы орудуем мечом Духа, мы выходим в наши поля и пожинаем свой урожай. Наши уста пожинают все, что они говорят. И Господь дал нам новый острый инструмент для жатвы, который называется наши уста. «Вы пожинаете свой урожай словами веры». И я знаю, что у нас, как у миссии Каннета Копланда и у церкви Игл Маунтин есть урожай. И что мы делаем на этом собрании для наших сотрудников? Мы говорим, «Урожай, приходи к нам во имя Иисуса». Мы приказываем прийти урожаю этих 62 миллионов долларов, которые миссия Каннета Копланда посеяла в поля. И урожай, приходи к нам во имя Иисуса. И затем мы действуем на основании нашей веры и видим, как урожай приходит. Мы видим, как он приходит. Мы в духе. Мы там. Все сотрудники миссии Каннета Копланда. Мы все в этих огромных комбайнах, там, на огромном поле, с урожаем миссии Каннета Копланда. И мы собираем финансы, которые у Бога есть для нас. И послушайте, в Евангелии от Матфея 13,39 сказано, что жнецы — это ангелы. И это хорошая часть. Знаете, что мы делаем? Мы также посылаем туда наших ангелов. Ангелы. Вы — служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Об этом сказано в послании к евреям 1,14. Псалом 102,20. Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Поэтому мы посылаем ангелов на жатву, чтобы собрать урожай, который принадлежит нам. У вас есть ответственность собрать урожай того, что вы сеете. Но согласно Исаии 41,15, Бог дал нам молотильный инструмент, которым мы способны собирать урожай. И мы пожинаем урожай при помощи слов наших уст. Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюда острова. Оно острее всякого меча обоюда острова. И когда эти слова веры выходят из ваших уст, они отправляются в поля, и они как огромные комбайны, которые собирают урожай. Этот урожай не выпрыгнет из поля прямо в ваш амбар. Фермер должен выйти в поле и собрать урожай. Поэтому соберите ваш урожай. Просто пойдите и соберите ваш урожай. И идите собирать его в вере. Собирайте его в вере Богу. И примите урожай от Господа. Слава Богу! Просто воздайте Богу хвалу за это. Отец, мы прославляем тебя. Мы почитаем тебя. Мы благодарим тебя прямо сейчас за урожай, который находится там и который принадлежит нам. И мы превозносим тебя. И мы почитаем тебя, Господь. Мы принимаем это. Мы верим в это. Давайте сделаем это вместе со мной прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Я призываю свой урожай. Призывайте свой урожай. Скажите урожая, приходи ко мне во имя Иисуса. Урожай, приходи ко мне в могущественное имя Иисуса. И я принимаю его. Я верю в это. Это время урожая. И знаете, что Библия говорит нам, что есть радость в урожае. Да, есть радость. Мы собираем урожай при помощи наших слов веры. Мы собираем урожай нашими устами. И мы принимаем от Господа все, что принадлежит нам в нем. Какое замечательное время мы провели в течение последних двух недель на этих передачах. Десять дней интенсивного изучения финансового процветания. Вместе с вами мы научились, что это воля Божья, чтобы мы процветали. Мы с вами узнали, что мы не подчинены временам, но времена подчинены нам. Мы научились, что у нас могут быть одинаковые окружающие условия, но мы можем получать другие результаты. Мы научились этому вместе с вами. Это то, что мы пережили за эти последние две недели, эти десять дней процветания. Также мы узнали, что мы не служим деньгам, а деньги служат нам. Мы же служим Богу, и мы не контролируем и деньгами. Деньги не диктуют нам. Мы научились за эти десять дней процветания, что у нас есть сверхъестественное обеспечение, которое доступно нам. Обеспечение, которое приходит из более высокого места и более высоким путем. И мы не ограничены зарплатой. Слава Богу за зарплату, но мы ей не ограничены. У Бога есть сверхъестественные пути, как принести это обеспечение нам. Чему мы еще научились на этих десяти днях процветания? Мы научились тому, что мы можем переживать сверхъестественное погашение долгов. Слава Богу за это. Сверхъестественное погашение долгов. Я провозглашаю это в отношении вас прямо сейчас, во имя Иисуса. Я утверждаю, я провозглашаю сверхъестественное погашение долгов в вашей жизни. У Бога есть пути. Он принесет вам финансы. Он сократит долг и потом совсем уберет его. Он приведет людей в вашу жизнь, которые выплатят этот долг. И также мы научились, что нам нужно призывать наш урожай. Призывайте этот урожай. Собирайте его. Но знаете, самое важное, чему мы могли научиться за эти 10 дней процветания, это то, что настоящее процветание. Это способность использовать силу Божью для того, чтобы восполнять нужды человечества в каждой сфере жизни, в духе, душе, теле, в финансах, в обществе. Мы с вами благословлены с одной целью быть благословением для человечества. Не для того, чтобы мы запасали и копили, но мы ходим в сверхъестественном процветании, чтобы мы были благословением, чтобы мы давали. Очень много раз было так, что Господь говорил пастору Терри и мне. И от нашего изобилия, того, что Бог дал нам, он обращался к нам и говорил, Джордж, Терри, помогите этому человеку там, будьте благословением для этого служения, вот там. Господь говорил к нам с Терри о служении нуждам других. И это радость. Вот почему мы процветаем. Вот для чего Бог призвал нас процветать. И знаете, первый уровень этого, чтобы ваши нужды были восполнены, и чтобы ваша семья стала стабильной. Вторая часть этого, это когда вы начинаете переживать изобилие так, что вы способны пойти туда и благословить других людей, и перевести свои мысли с самих себя на кого-то еще. И Господь говорил нам с Терри так много раз о том, чтобы помогать другим людям и протягивать руку помощи другим людям. И в конечном счете это процветание приносит благодарение Богу, потому что люди, которые являются получателями Его благости, которые мы даем друг другу, они воздают Богу хвалу и благодарение за все, что Он сделал. И я верю, что мы можем подвести сейчас итог этих десяти дней процветания. Бог хочет дать вам процветание, чтобы вы могли быть символом процветания и благословением для других. Отец, мы благодарим Тебя, мы почитаем Тебя, мы прославляем Тебя, что Ты сделал нас символом процветания. Так что мы можем быть процветанием для других людей на этой земле и быть отражением Господа Иисуса Христа в жизни других людей. Это сердце всего этого. Вот сердце процветания. Вот сердце этого служения. Вот из чего исходит Каннета Глория. Вот из чего исхожу я. Вот из чего исходите вы. Достигать в любви Не спит во время урожая Когда это время собирать урожай Время выходить в поле Это верно и для нас У нас есть урожай, которое нужно собрать Я хочу поделиться с вами Словом от Господа Которое Кейт Мур высвободил в нашей церкви 11 лет назад У нас проходили определенные собрания И брат Кейт Мур поднялся, чтобы говорить У него было слово от Господа И это краткое содержание того слова Которое было дано нам через него Он сказал, что в отношении пожертвований Церкви Игл Маунтин Сердце Божье было огорчено Бога беспокоило, что мы не пожинаем Люди обмануты В своем мышлении Если они просто ждут, что Бог принесет это им Некоторые разочарованы И разозлены на Бога Сколько еще я могу давать Вы думаете, что вы ждете Бога Вы думаете, что жатва Приходит автоматически Вы думаете, что как только вы отдали деньги Все теперь зависит от Бога Вы просто сидите и расслабляетесь И думаете, что все это свалится на вас Это невежество И заблуждение Итак, это было слово от Господа Я призываю вас услышать слово Господне И принять решение Я не просто хороший даятель Я хороший жнец Я стану очень хорошим и очень искусным В сборе урожая Именно об этом мы поговорим На этой передаче сегодня Я начал изучать эти послания Которые он получил Когда он Сказал это слово в нашей церкви Я сказал сам себе Хорошо, я слышу слово от Господа Бог ценит наше даяние Но Бог был огорчен тем фактом Что мы не принимали Или не пожинали урожай Который у нас был И я изучал эти послания Затем я пришел в нашу церковь И сделал трехдневное обучение Которое мы проводили в течение недели Просто уча о том Как пожинать ваш урожай И мы немного поговорим об этом сегодня Я призываю вас Чтобы вы были не просто хорошим даятелем Но также и хорошим жнецом Давайте откроем Евангелие от Марка 4 главу И прочитаем 28 и 29 стихи Я хочу поговорить с вами О нашей ответственности Ответственности Которая есть у нас в том Чтобы пожинать урожай Я поговорю с вами сначала Об ответственности Затем Поговорю с вами немного О путях того Как пожинать урожай Итак, Марка 4, 26 Иисус сказал Царствие Божие Подобно тому Как если человек бросит Семя в землю Заметьте Это человек Бросал семя в землю И спит и встает Ночью и днем И как семя всходит и растет Не знает он Ибо земля Сама собой Производит сперва Зелень Потом колос Потом полное зерно В колосе Когда же созреет плод Немедленно посылает серп Потому что настала жатва Как мы можем рассматривать Это в применении К нашему даянию Нашему сеянию И нашему принятию Мы подобны фермеру Мы сеем семя Мы сеем наше семя В почву Царства Небесного А Бог является тем Кто дает рост Он умножает плоды Но затем Что мы читаем здесь Он немедленно Кто он? Тот человек Человек Который посылает серп Потому что настала жатва И как я сказал раньше Как нелепо было бы фермеру Прилагать усилия Работать и тратить время Чтобы сеять семя Обрабатывать землю Культивировать это семя Поливать его Работать над ним Отгонять вредителей А потом Когда настанет жатва Он просто говорит Ну мы поедем в отпуск Или другими словами Мы проспим урожай Слишком многие из нас Просыпают наш урожай И у вас есть урожай Если вы оставите Естественный урожай В поле Он сгниет Но сверхъестественный урожай Духовный Он там Он ждет вас Он не сгниет Он просто ждет вас Но это ваша ответственность Пожать урожай Позвольте мне дать вам Пару мест писания Которые подкрепят Эту духовную теорию О том Что наша ответственность В том Чтобы пожинать урожай Притча шестая глава Шестого по восьмой стихи Пойди к муравью Ленивец Посмотри на действия его И будь мудрым Нет у него Ни начальника Ни приставника Ни повелителя Но он Заготовляет Летом хлеб свой Собирает Во время Жатвы Пищу Свою Даже муравей знает Что делать Даже муравей знает Что ему нужно Выйти И собрать И принести урожай Вот еще одно местописание Галатам 6 глава 7 по 9 стихи Не обманывайтесь Бог поругаем не бывает Что посеет человек То и пожнет Сеющий в плоть свою От плоти пожнет тление А сеющий в дух От духа пожнет Жизнь вечную Человек сеет Человек пожинает Мне нравится Эта фраза Что посеет человек То Он И пожнет Мы являемся теми Кто пожинает урожай Который мы сеем Сеющий в дух От духа Пожнет жизнь вечную И в продолжении Этой фразы сказано Делая добро Да не унываем Ибо в свое время Пожнем Если не ослабеем Видите Мы жнецы Мы те Кто пожинает Мы должны выйти в поле И собрать урожай Хорошо еще одно местописание Которое подтверждает это Екклезиаст Третья глава Первый и второй стихи Всему свое время И время всякой вещи под небом Время рождаться И время умирать Время насаждать И время вырывать Или же Как сказано В одном из переводов Библии Насаждать И Собирать Посаженное Я хочу Чтобы вы сделали Это прямо сейчас Я хочу Чтобы вы Приняли свою ответственность Как жнецов И повторили это за мной Я принимаю Скажите это Я принимаю Мою ответственность Мою ответственность Быть Жнецом Быть Жнецом Мы принимаем Ответственность Не только Сеять семя Но и ответственность Пожинать семя Которое есть там Если вы будете Изучать те послания Которые Кейт Мур Проповедовал О правилах Жатвы Вы узнаете Что духом Вы будете знать Где пожинать Когда пожинать И что пожинать Вы будете Способны Определить урожай Фактически Когда вы видите Как это приходит В вашу семью Вы скажете Это мой урожай Это мой урожай И вам нужно Начать готовить себя Чтобы когда вы увидите Приходящий урожай Вы сказали Это мой урожай Это мой урожай И вы станете Не только настроенными На сеяние Но вы станете Также настроенными На жатву Бог хочет Чтобы мы были Хорошими сеятелями Но знаете что Он хочет Чтобы мы были Также хорошими Жнецами Давайте поговорим о том, как собирать урожай. Как мы собираем урожай? Позвольте мне прочитать кое-что еще, чем брат Кит Мур поделился в правилах жатвы. Он делился небольшой историей. У одного проповедника были финансовые трудности, и физически он был здоров и силен. На его служениях проявлялась великая сила Божья. Служение возрастало. Единственной сферой проблем была финансовая сфера. И он уделил время тому, чтобы поститься и молиться об этом. И искал Господа, чтобы узнать, почему, что происходит с финансами. И Господь сказал ему, что он не был в вере в отношении своих финансов. Он сказал ему, что он должен пожинать свои финансы точно так же, как он пожал свое исцеление. Верой. Итак, номер один. Для того, чтобы пожать ваш урожай, вы должны сделать это верой. Вам придется сделать это верой. Но что касается веры, есть путь того, как мы пожинаем урожай. И это так восхитительно для меня. Я очень жду, чтобы приступить к этому. Но это путь того, как пожинать урожай. И он согласуется с Писанием. Посмотрите 41 главу книги пророка Исаия. 15 стих. И мы узнаем сегодня, как именно пожинать этот урожай. И мы будем призывать его. Мы будем призывать его. Знаете, в миссии Каннета Копланда, наш бухгалтерский отдел дал мне некоторую информацию. И я узнал, что с 2007 года миссия Каннета Копланда посеяла, как вы знаете, мы отделяем 10% всех доходов, которые приходят в служение. И это идет на то, чтобы служить тем, кто не может сам услышать Евангелие. Мы сеем это в служение по всему миру. Которое доносит Слово Божие другим людям. И это пришло в результате молитвы. Когда брат Копланд молился в молитвенном домике. Когда годы тому назад. Он оказался в такой ситуации, когда служение было должно миллион долларов. И он обратился тогда к Господу и сказал, Господь, есть долг в миллион долларов. Нам нужны эти деньги в служение. И Господь сказал ему, начни сеять 10% от всех своих доходов в этом служении. И сея их в другие служения. И мы делаем это. Мы делаем это в нашей церкви. Мы делаем это в этом служении. И с 2007 года миссия Каннета Копланда посеяла более 62 миллионов долларов. Более 62 миллионов долларов с 2007 года. И знаете, мы проводили собрание для сотрудников нашей миссии. Раз в неделю здесь. И мы просто призывали урожай. Мы шли в наши поля. Брат Копланд. И мы пожинали этот урожай. Мы просто призывали этот урожай. И вы можете делать то же самое. Являетесь ли вы доятелем? Сеятелем? Отделяете ли вы десятину? Тогда вы можете призывать свой урожай. Но как мы можем это делать? Исайя 41.15. Послушайте. Вот. То есть смотрите. Вот. Я сделал тебя острым молотилом. Новым. Зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы. И холмы сделаешь, как мекину. Господь сказал. Я сделаю тебя острым молотилом. Новым. Зубчатым. Знаете что? В моей Библии, в сноске, есть перевод с еврита. Слово «зубчатый». И перевод этого слова «зубчатый» говорит об устах. Об устах. Я сделаю тебя новым острым молотилом с устами. Итак, мы пожинаем наш урожай при помощи слов наших уст. В наших устах есть меч Духа. И когда мы орудуем мечом Духа, мы выходим в наши поля и пожинаем свой урожай. Наши уста пожинают все, что они говорят. И Господь дал нам новый острый инструмент для жатвы, который называется наши уста. «Вы пожинаете свой урожай словами веры». И я знаю, что у нас, как у миссии Каннета Копланда и у церкви Игл Маунтин, есть урожай. И что мы делаем на этом собрании для наших сотрудников? Мы говорим «Урожай, приходи к нам во имя Иисуса». Мы приказываем прийти урожаю этих 62 миллионов долларов, которые миссия Каннета Копланда посеяла в поля. И урожай, приходи к нам во имя Иисуса. И затем мы действуем на основании нашей веры. И видим, как урожай приходит. Мы видим, как он приходит. Мы в духе. Мы там. Все сотрудники миссии Каннета Копланда. Мы все в этих огромных комбайнах. Там, на огромном поле, с урожаем миссии Каннета Копланда. И мы собираем финансы, которые у Бога есть для нас. И послушайте, в Евангелии от Матфея 13.39 сказано, что жнецы – это ангелы. И это хорошая часть. Знаете, что мы делаем? Мы также посылаем туда наших ангелов. Ангелы, вы – служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Об этом сказано в послании к евреям 1.14. Псалом 102.20. Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Поэтому мы посылаем ангелов на жатву, чтобы собрать урожай, который принадлежит нам. У вас есть ответственность – собрать урожай того, что вы сеете. Но согласно Исаии 41.15, Бог дал нам молотильный инструмент, которым мы способны собирать урожай. И мы пожинаем урожай при помощи слов наших уст. Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострова. Оно острее всякого меча обоюдоострова. И когда эти слова веры выходят из ваших уст, они отправляются в поля, и они как огромные комбайны, которые собирают урожай. Этот урожай не выпрыгнет из поля прямо в ваш амбар. Фермер должен выйти в поле и собрать урожай. Поэтому соберите ваш урожай. Просто пойдите и соберите ваш урожай. И идите собирать его в вере. Собирать его в вере Богу. И примите урожай от Господа. Слава Богу! Просто воздайте Богу хвалу за это. Отец, мы прославляем тебя. Мы почитаем тебя. Мы благодарим тебя прямо сейчас за урожай, который находится там, и который принадлежит нам. И мы превозносим тебя. И мы почитаем тебя, Господь. Мы принимаем это. Мы верим в это. Давайте сделаем это вместе со мной прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Я призываю свой урожай. Призывайте свой урожай. Скажите урожая, приходи ко мне во имя Иисуса. Урожай, приходи ко мне в могущественное имя Иисуса. И я принимаю его. Я верю в это. Это время урожая. И знаете, что Библия говорит нам, что есть радость в урожае. Да, есть радость. Мы собираем урожай при помощи наших слов веры. Мы собираем урожай нашими устами. И мы принимаем от Господа все, что принадлежит нам в нем. Какое замечательное время мы провели в течение последних двух недель на этих передачах. Десять дней интенсивного изучения финансового процветания. Вместе с вами мы научились, что это воля Божья, чтобы мы процветали. Мы с вами узнали, что мы не подчинены временам, но времена подчинены нам. Мы научились, что у нас могут быть одинаковые окружающие условия, но мы можем получать другие результаты. Мы научились этому вместе с вами. Это то, что мы пережили за эти последние две недели, эти десять дней процветания. Также мы узнали, что мы не служим деньгам, а деньги служат нам. Мы же служим Богу, и мы не контролируем и деньгами. Деньги не диктуют нам. Мы научились за эти десять дней процветания, что у нас есть сверхъестественное обеспечение, которое доступно нам. Обеспечение, которое приходит из более высокого места и более высоким путем. И мы не ограничены зарплатой. Слава Богу за зарплату, но мы ей не ограничены. У Бога есть сверхъестественные пути, как принести это обеспечение нам. Чему мы еще научились на этих десяти днях процветания? Мы научились тому, что мы можем переживать сверхъестественное погашение долгов. Слава Богу за это. Сверхъестественное погашение долгов. Я провозглашаю это в отношении вас прямо сейчас, во имя Иисуса. Я утверждаю. Я провозглашаю сверхъестественное погашение долгов в вашей жизни. У Бога есть пути. Он принесет вам финансы. Он сократит долг и потом совсем уберет его. Он приведет людей в вашу жизнь, которые выплатят этот долг. И также мы научились, что нам нужно призывать наш урожай. Призывайте этот урожай. Собирайте его. Но знаете, самое важное, чему мы могли научиться за эти десять дней процветания, это то, что настоящее процветание, это способность использовать силу Божью для того, чтобы восполнять нужды человечества в каждой сфере жизни, в духе, душе, теле, в финансах, в обществе. Мы с вами благословлены с одной целью – быть благословением для человечества. Не для того, чтобы мы запасали и копили. Но мы ходим в сверхъестественном процветании, чтобы мы были благословением, чтобы мы давали. Очень много раз было так, что Господь говорил пастору Терри и мне. И от нашего изобилия и того, что Бог дал нам, Он обращался к нам и говорил, «Джордж, Терри, помогите этому человеку там. Будьте благословением для этого служения, вот там». Господь говорил к нам с Терри о служении и нуждам других. И это радость. Вот почему мы процветаем. Вот для чего Бог призвал нас процветать. Не знаете, первый уровень этого – чтобы ваши нужды были восполнены, и чтобы ваша семья стала стабильной. Вторая часть этого – это когда вы начинаете переживать изобилие так, что вы способны пойти туда и благословить других людей, и перевести свои мысли с самих себя на кого-то еще. И Господь говорил нам с Терри так много раз о том, чтобы помогать другим людям и протягивать руку помощи другим людям. И в конечном счете, это процветание приносит благодарение Богу, потому что люди, которые являются получателями Его благости, которые мы даем друг другу, они воздают Богу хвалу и благодарение за все, что Он сделал. И я верю, что мы можем подвести сейчас итог этих десяти дней процветания. Бог хочет дать вам процветание, чтобы вы могли быть символом процветания и благословением для других. Отец, мы благодарим Тебя, мы почитаем Тебя, мы прославляем Тебя, что Ты сделал нас символом процветания. Так что мы можем быть процветанием для других людей на этой земле и быть отражением Господа Иисуса Христа в жизни других людей. Это сердце всего этого. Вот сердце процветания. Вот сердце этого служения. Вот из чего исходит Каннета Глория. Вот из чего исхожу я. Вот из чего исходите вы. Достигать в любви.